Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы открываем нашу традиционную выставку, посвященную юбилею 75-летию Великой Победы. Выставка традиционная, но не потому, что это какая-то обязанность. Художники всегда отзывались на события нашей страны очень остро. Можно вспомнить фронтовиков, делавших прекрасные зарисовки на фронте. Среди солдат это Анатолий Кокорин, Александр Дейнека, братья Ткачевы. Наши дети не застали в то время, наверное, это прекрасно, но это не значит, что они не отзываются на эти события, будучи художниками, молодыми начинающими, так же остро, как те, кто застал. И та выставка, которую мы сегодня хотим вам показать, она может быть местами немножко наивна, может быть, она где-то иногда не добирает по мастерству, но она очень искренна. И те работы, которые сделали наши студенты, вы можете сами убедиться, насколько они выразительны, насколько полны желания как-то вжиться в события, которые в них отражены, попытаться почувствовать на себе то, что они читали, слышали от родителей, о чем они, может быть, знают понаслышке, но пытаются как-то это провести через себя, найти те впечатления, которые для них важны, и выразить их в этих работах. А сейчас мы с вами пройдемся по выставочному залу и внимательно рассмотрим представленные работы. Здесь представлены работы живописного отделения и отделения дизайн. И начнем с центральной стены. На центральной стене представлены две вертикальные работы, посвященные 70-летию Победы. И даже не самому празднику этому, а Победы в Великой Отечественной войне. Здесь замечательная работа Дрындиной Анны. Она называется «Война». Казалось бы, тема про взрослых. Здесь дети в окопе. И сама работа, и сам формат, он как бы сжимает, сжимает этих детей и делает его неудобным и узким. И вот этот вот кошмар, который мы видим на работе и ужас в глазах детей, он передается зрителю через пластику, через цвет, через напряжение. Казалось бы, эта война, она не для них. И именно поэтому композиция трогает и делает это достаточно острым, вот это впечатление от этой работы. Другая работа выполнена Петровым Станиславом. И здесь у нас, если мы будем рассматривать, казалось бы, выполненная в другой абсолютно стилистики, не такая декоративная, она мягкая. В ней есть глубина и плавность. И при этом при всем мы видим отчаяние и горе. Мужское такое, мужское горе, да, потому что явно это потеря. И мы можем даже не рассказывать о том, что здесь произошло, потому что мы сразу понимаем, что это трагедия. Трагедия видна и в лицах людей всех возрастов. Если мы рассмотрим юный мальчик со слезами на глазах и взрослые мужчины. И все это пережитое горе, оно полностью отражено через пластику и через композицию этой работы. Еще одна замечательная работа на центральной стене, она называется «Освобождение». И она посвящена концлагерю Освенцу. Я думаю, с одной стороны, хорошая работа, хорошая картина, хороший холст художник может написать, если он пережил это сам, да, или если он рассказывает что-то про себя. Здесь, слава богу, наши дети подобного ужаса не пережили, потому что мы знаем, что в Освенцуме погибли по одним источникам полтора миллиона человек, по другим источникам четыре миллиона человек. Здесь это как будто бы радостное событие, да, освобождение. И человек, который здесь стоит на первом плане, если мы будем сматриваться в лицо, то, возможно, мы сможем увидеть вот эту вот тихую радость, которая у него есть. Но мы даже не сможем назвать, кто это, мужчина или женщина, потому что лагерь делал из человека существо безликое, без пола. И поэтому здесь, скорее, собирательный образ, образ человека, который, который все-таки смог пережить этот кошмар и вышел из этого лагеря. И при этом, при всем, колорит, который мы видим, он неуютный, он холодный. И еще холоднее становится, когда ты смотришь на ноги узника, которые босые. Поэтому работа, конечно, она не фотографична. Конечно, она не передает фотографично то место, про которое я рассказываю. Это такой собирательный, опять же, образ. Но эти ворота, ворота смерти, в которые шли эшелоны, эшелоны с людьми, которые там остались и которые никогда оттуда не вышли. И я надеюсь, что то, что здесь изображено, оно уже больше никогда не повторится. Небольшая работа с очень радостным колоритом, с прибытием людей домой. Казалось бы, мы видим троих людей, да, мы видим девушку, видим юношу и видим мужчину, которые вернулись домой, с одной стороны. И она пробуждает в нас радостные, светлые чувства, потому что фигуры освещены солнцем. Если бы не одно «но». Работа называется «Если бы они вернулись». То есть это предполагаемый радостный момент. И если бы он случился, то он был бы радостный. То есть эти люди, которые изображает автор, они не вернулись с войны. И у девушки, и у этого юноши, и у этого мужчины нет больше будущего. А осталось только то светлое прошлое, тот подвиг, который они совершили на поле боя. Тема материнства. Тема материнства – это то, что, конечно, очень волнительно. Потому что многие, многие женщины в войну остались без мужей. Два холста нынешних наших студенток посвящены собственным воспоминаниям и теми женщин, которые остались без поддержки своих мужчин. Без поддержки, потому что те полегли на поле боя. Одна из работ Фасхуддиновой Камилы представлена здесь. Если мы посмотрим, очень старенькая бабушка. Она рассказывала про нее, Камила говорит. Она была уже очень старенькая, и у нее было очень много медалей. И к ней приходили поздравить ее с 9 мая, с праздником Победы. Ее, говорит, поднимали с кровати. Именно поэтому здесь изображена кровать. Сажали ее. Она, говорит, была слепенькая, но в то же время это было такое яркое воспоминание детское. Она сидела, улыбалась, слушала нас. Даже не знаем, слышала она нас или нет. И потом обратно ложилась отдыхать. И у нее было много медалей, которые были как труженику тыла. За те материнские заслуги, которые в годы войны, за то, что она воспитала много детей, и все они выжили. То есть очень много материнского тепла было отдано вот этой хрупкой и старенькой женщиной. Другая работа, другой холст терещинкой Даши, посвящен тому, что многие мужчины не вернулись. И вот здесь мы видим мать, которая, видимо, ждала письма, и с радостью ждали почтальона. Девочка молодая, почтальон, которая разносит письма. И мы можем понять по самой позе этой женщины и по брошенному коромыслу, и по тому беленькому клочку, который лежит на скамейке, что это письмо нерадостного содержания, что это явно похоронка. И поэтому и сам колорит, и само окружение, и поза, и пластика этих фигур говорит о том, что здесь случилась беда, и сына уже с войны эта женщина не дождется. Еще один холст, выполненный Евой Бакулиной, студенткой третьего курса, посвящен девчонкам, молодым девчонкам, которые ушли на войну. К сожалению, это трагический холст. Мы видим, что одна из них ранена. Эти девчонки, которые вытаскивали бойцов с поля боя, эти девчонки, которые обеспечивали быт солдатам, эти девчонки, которые подбадривали бойцов после боя. И без них, я думаю, что эта война не была бы выиграна, потому что большой вклад женские руки внесли в эту победу. Еще один холст, выполненный Светланой Музыко, студенткой четвертого курса, называется «Передышка на передовой». С одной стороны, сейчас очень трудно представить в нашем уютном мире, и как это можно жить вообще без удобств. И если мы посмотрим, то ребята, мальчишки, мальчишки совсем молодые, которым выдалась вот эта маленькая передышка. Есть возможность отдохнуть, есть возможность почитать письма от родных. И вот это и составляет самую большую радость сейчас для них. Работа, выполненная в классической манере, выполненная в классическом колорите, и она создает то самое правильное впечатление и то самое правильное ощущение и сопереживание с теми героями, которые отдыхают и читают письма из дома. Тема блокады у русских художников очень ярко представлена. И наша выставка тоже не обошлась без холста, посвященном этой теме. Это небольшой холст Даши Лапшиной. Что здесь мы видим? Мы видим окно. Окно, заклеенное, чтобы оно не было разбито ударной волной. Хрупкую, истощенную фигуру девушки. Что интересно, она, видите, в общем-то, одета на самом деле очень нарядно. С претензией даже на изящество. У нее туфли на каблуках, изящный стул. Все говорит о том, что это был и есть интерьер достаточно интеллигентной семьи. Но она осталась одна. Она осталась одна в этом интерьере с большими окнами. И с надеждой смотрит за окно в ожидании, что скоро этот ужас закончится. Если будет возможность все-таки посетить нашу выставку, то здесь можно увидеть не только живописные холсты, но и дизайнерскую отличную работу. На нашей выставке представлено два календаря. Один из которых непосредственно посвящен 75-летию Великой Отечественной войне. И его главная особенность и главная тематика в том, что и один в поле воин, коли он по-русски скроен. Потому что мы знаем аналогичную русскую пословицу «один в поле не воин». Если мы полистаем его, то здесь вместе с авторской графикой представлен и информационный блок, в котором рассказывается про героев, которые сами в одиночку совершили подвиг, который невозможно, казалось бы, совершить одному. Например, один Иван Лысенко, который один против 15 немецких танков. И он подбил несколько танков и обратил, извините, обратил врагов в бегство. То есть вот такая вот история. Или известный всем Мусаджалиль, попав в плен. Он записывал стихи, из которых позднее был составлен сборник «Моабитская тетрадь». Вынужденный экономить каждый кулачок бумаги, поэт записывал только то, что до конца выношено и выстрадано. Отсюда необычная емкость его стихов и предельная выразительность. И эти стихи мы знаем сейчас и перечитываем, и вспоминаем про эту войну. Или Валерия Агнаровская. За чуткость и ласку, и быстрое появление возле раненого, бойцы звали ее «Ласточкой». И она вынесла с поля боя больше трех сотен раненых солдат. И лично уничтожила 28 немецких солдат и офицеров. То есть ей не только приходилось выносить бойцов с поля боя, но и отстреливаться. Другой календарь также посвящен Оренбургской области во время Великой Отечественной войны. То есть что происходило в это время в области? Казалось бы, что Оренбургская область была в глубоком тылу. Но если мы с вами почитаем, то война здесь была, конечно, тоже затронула все сферы жизни. И медицину. Дело в том, что в Оренбургскую область шли эшелоны с ранеными. И огромное количество раненых именно в Оренбургской области было поднято на ноги. И промышленность. А знали ли вы, что наш край приняло около 90 различных предприятий, среди которых и оружейные заводы, и авиационные заводы, и четыре фабрики, и шелкоткатский комбинат для производства парашютов. Все это шло из Оренбургской области. Ну и, конечно, наш край – это прежде всего сельское хозяйство. Кормить фронт. Вот что было важно во время Великой Отечественной войны. То есть не просто вырастить для себя. Вырастить для страны. Вырастить для бойцов. Вырастить для тех, кто защищал нашу Родину. Пуховый платок. Ну, конечно, бойцов нужно было одевать. И в шерстяные носки, и в пуховые платки. И во все теплое, потому что война длилась четыре года. А это и зимнее время суток, и холодное. И наши девушки, вязальщицы, согревали бойцов своими изделиями. Конечно, фотографы и художники – это очень близкие по духу люди. И наш дизайн, конечно, не обошел своим вниманием. И разработал серию плакатов, посвященную фотографам о Великой Отечественной войне. Здесь и известные фотографы, чьи фотографии стали лицом войны. Это и Евгений Халдей, и Павел Трошкин, и Макс Альперт, и Ольга Ландер, и Наталья Баде. Если вы посмотрите и внимательно вглядитесь в те фотографии, которые они сделали, некоторые из них, эти фотографии стали знаменитыми. И именно когда мы говорим про войну, мы вспоминаем это фото. И, естественно, фотографам приходилось тоже не только носить с собой аппаратуру, не только фиксировать какие-то определенные мгновения войны, но и всегда быть на передовой, всегда быть впереди. То есть они подвергались опасности так же, как и бойцы фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова